Коммунисты против ОДН. Да, собственно, не только коммунисты, но и все ивановцы. По понятным причинам, 354-е постановление не возмущает разве что ресурсоснабжающие организации. Региональные власти предлагают следующее решение. Сборы за ОДН не должны превышать 10% от показаний общедомового прибора учета. Есть мнение, что такого накала страсти можно было избежать, если бы общедомовые расходы не слепо раскидывали на квадратные метры собственников, а строго контролировали. Если они будут пользоваться нормальным счетчиком, значит, у них сразу появится их задача осуществлять контроль. Этого контроля сейчас им не надо осуществлять, потому что все затраты они получают полным рублем. А там потребуется выяснять, кто они заплатил, сколько они заплатил, почему неправильно списали счетчик, проверять счетчики и так далее. То есть получается большая контрольная работа. Впрочем, если ОДН будет рассчитана честно и справедливо, то противников этой строки в квитанции станет куда меньше. Коммунисты и вовсе пытаются добиться полной отмены ОДН. Мы будем требовать отмены ОДН в принципе, потому что мы знаем, что существовал прецедент. В Омске отменили, прокуратура обратилась от группы граждан и отменила ОДН. Сам принцип начисления ОДН. Мы будем требовать того же самого. Я подавал такое же аналогичное письмо в прокуратуру, ответ мне пока не пришел. Целая очередь выстроилась для того, чтобы поставить свои подписи против ОДН. В основном это люди преклонного возраста. Половину своей пенсии они отдают за услуги ЖКХ. А теперь им еще приходится платить и за соседа квартира съемщика. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иваново.